В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. На Страже Родины 28 мая в России отмечают День Пограничника. Новые открытия и достижения в Сарфетеге начала работу лаборатория зондовой микроскопии и физики поверхности. В Сарове проверили пляжи на протяжке и воровом. Далее расскажем обо всем подробно. 28 мая в России отмечают День Пограничника. Праздник всех, кто служил и служит на границе, охраняя рубежи нашей Родины. В Сарове у памятника воинам-интернационалистам состоялся торжественный митинг. Провести мероприятие в традиционном формате не позволили коронавирусные ограничения. Подробности в следующем репортаже. Воинская часть, в которой проходил службу Михаил Кумпан, дислоцировалась в бывшей республике Эстонии на островах Манзунского архипелага. Основная задача пограничников заключалась в контроле прибрежной зоны и пресечении любых попыток незаконного пересечения границы. В основном моя служба проходила сначала учебка, потом школа сержантов, потом опять учебка, но уже приходил учитель молодого пополнения, потом четвертая погранзастава остров Хьюма, потом снова учебка учил солдат, потом одиннадцатая погранзастава остров Сарема. Пандемия внесла свои коррективы в проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Пограничника. Официальной частью праздника стал митинг у памятника воинам-интернационалистам. Организаторы не давали объявления о проведении мероприятия и не приглашали на него официальных лиц. Действуют ограничения, мы это понимаем, и лишние контакты ни к чему и не за чем, но тем не менее люди идут на это, приходят, сами интересуются, спрашивают, когда будет. В принципе, в обычном формате, митинг проходил в обычном формате, то, что немножко, правда, сжато и по количеству, и по присутствующим гостям. Митинг открывали торжественной церемонии вручения памятных медалей защитник границ Отечества. Проводить ее каждый год в этот праздничный день стало для ветеранов службы доброй традицией. Мы стараемся отметить, все-таки постимулировать работу и самих членов организации, чтобы был какой-то стимул, интерес в работе, и отметить более активных, которые сами участвовали, и даже, возможно, и в разработке мероприятий, и в планировании, в организации, и, естественно, в проведении этих мероприятий. Затем пограничники возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и к вечному огню. Митинг завершился минутой молчания. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. В Сарфы-Тейне Яуми-ФИ торжественно открыли учебно-научную лабораторию зондовой микроскопии и физики поверхности. Ее заведующий – кандидат физико-математических наук Максим Дакукин. Его пригласили работать в наш институт именно по этому направлению. Его досье – работа в университетах в США, Японии и Южной Корее. Подробнее о новой лаборатории и установленном в ней оборудовании расскажем в следующем репортаже. Студенты Сарфы-Тейне Яуми-ФИ и сотрудники ядерного центра получили отличную возможность совершать научные открытия в области зондовой микроскопии и физики поверхности. В торжественной обстановке в институте открылась новая лаборатория. Она находится на самом переднем крае науки. Как отметили присутствующие на церемонии гости, перед теми, кто будет работать на новом оборудовании, открываются перспективные направления. Очень перспективное исследование, особенно в области микроэлектроники, наноэлектроники. Как это ни пространно прозвучит, но и физики ядерных зарядов, потому что происходит старение материалов. И физика старения материалов в плутоне, она интересует в первую очередь разработчиков ядерных зарядов. После торжественных речей и перерезания ленточки заведующей новой лабораторией Максим Дакокин рассказал гостям об исследованиях, которые он будет проводить на этом оборудовании. Уникальный зондовый микроскоп – главная составляющая новой лаборатории. С его помощью можно рассмотреть структуры и элементы вплоть до атомного разрешения. Прибор измеряет несколько показателей одновременно – механику, электрические или магнитные свойства. Он может работать в любых условиях – в вакууме, на воздухе, в жидкой среде. Он может работать и с твердым телом, и с биологическими материалами, и с клетками живыми. То есть это все, например, для живых клеток можно здесь установить нагреватель. И, соответственно, они будут в среде при температуре человеческого тела находиться. То есть можно их мерить непосредственно в том состоянии, в котором они живут. То есть можно мерить и ткани живые. Максим Дакокин последние 10 лет занимается зондовой микроскопией. И в САРФТ он преподает с 2018 года. Ранее работал научным сотрудником в университетах США и Японии. У Максима есть свои разработки для исследований мягких материалов на аномасштабе. Например, с помощью нового оборудования можно будет очень быстро обнаруживать раковые клетки. Использовать так называемые физиомаркеры. То есть вот есть биомаркеры, анализы крови сдают, а есть физиомаркеры, когда какое-то физическое свойство, оно может классифицировать что-то, как, например, заболевание или что-то. И вот было показано, что вот как раз если мы посмотрим на поверхность раковых и нормальных клеток, то есть и потом применим как раз сейчас популярная тема машинное обучение для анализа этих данных, то получается где-то порядка 94% точность определения рака. Новый микроскоп модульный, то есть можно добавить новые методики, расширить исследования. Тестовые работы на приборе уже начали проводить. 1 июня в парке имени Зернова пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей. Будут работать ярмарка и выставка города мастеров. Также пройдет выставка мобильного детского технопарка «Кванториум». Его наставники проведут мастер-классы для всех, кто предварительно зарегистрируется на мероприятие. Вечером на набережной выступит военно-духовой оркестр войсковой части 3450. Начало праздников в 16.00 без возрастных ограничений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, которые он поручил разработать в послании Федеральному собранию. С 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране от 5600 рублей. Женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в медицинской организации по беременности до 12 недель, начнут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума. При этом действие закона не распространяется на женщин, вставших на учет до 1 июля этого года. Пособия им будут выплачивать в порядке, установленном до дня вступления законопроекта в силу. Помимо этого, с 1 сентября больничные по уходу за детьми до 8 лет будут оплачивать в размере 100% от среднего заработка. Для получения указанных выплат и пособий вовремя и в полном объеме необходимо подать заявление на портале госуслуг. 27 мая на футбольном стадионе Нижний Новгород прошла церемония награждения по итогам чемпионата области по хоккею среди мужских команд высшей лиги. Хоккейному клубу Саров вручили кубок, комплект бронзовых медалей и грамоты. Игрок нашей команды Михаил Румынин был признан лучшим нападающим. После трагедии в Казани в пунктах ЕГЭ усилят меры безопасности. Об этом рассказал руководитель Россопнадзора Анзор Музаев. Специальные группы сотрудников МВД будут находиться в каждом экзаменационном пункте. Кроме того, во время ЕГЭ в школах будут дежурить медицинские работники, которые при необходимости смогут оказать помощь выпускника. В Россопнадзоре подчеркнули, что решение о допуске участника на экзамен принимает медработник. Санитарные и противоэпидемиологические меры в этом году сохраняются. Уборка помещений, антисептики, термометрия на входе, социальная дистанция не менее полутора метров. Маски и перчатки – обязательное требование для организаторов. Для выпускников эти средства защиты по желанию. Тесты на коронавирус и прививки не обязательны, причем для всех. В выпускникам, участникам ЕГЭ проходить предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять об этом справки тоже не нужно. Правда, при наличии хронического заболевания, вызывающего повышенную температуру и схожего по симптомам СОРВИ, выпускнику лучше взять об этом справку. Готовы ли пляжи к купальному сезону? Специальная комиссия проверила зоны отдыха на протяжке и у пруда Борового. Особое внимание обратили на готовность к сезону спасательных отрядов и медицинского персонала, а также качество воды. Подробности в следующем репортаже. В конце мая проходит традиционная подготовка мест отдыха. СОРОВ – один из первых городов в Нижегородской области, где открываются пляжи. На озере Протяжном и пруду Боровом соровчане собираются чаще всего. Как показала комиссия, что претензий именно к территории у комиссии нет. То есть территорию мы подготовили, все необходимые, большой достаточно перечень работ подрядчикам произведен. Контроль проходил со всей строгостью. На пляжах специалисты проверяли готовность спасательных отрядов и медицинского персонала, наличие у них необходимого оборудования и медикаментов. На сегодняшний день было выявлено не совсем точное знание у спасателей, на что было указано у медицинского работника. В связи с этим будет проведено на базе местного спасательного отряда дополнительные тренировки. Также подняли вопрос о качестве воды на озере Протяжном и пруду Боровом. По данным проверки, вода соответствует норме. У нас в составе комиссии есть представитель межрегионального управления номер 50 ФМБА России. И по ее данным, вода позволяет пляжный сезон открыть. Купальный сезон открывается с 1 июня и продлится по 31 августа. Купаться до его начала в водоемах запрещено. Не предоставил преимущества движения и стал виновником ДТП. Вечером 27 мая на улице Силкина произошла авария с пострадавшими. Как сообщает областная госавтоинспекция, водитель Volkswagen не уступил дорогу автомобилю Skoda. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Skoda. Мужчина-водитель получил ушиб мягких тканей головы. Ему оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой. Женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга. К другим новостям. Сотрудники ГИБДД вместе со школьниками и воспитанниками детских садов провели профилактическую акцию «Жилая зона». Участники мероприятия рассказали водителям и пешеходам о правилах дорожного движения, ограничениях скоростного режима в жилых зонах и дворовых территориях. Подробности в следующем репортаже. «Жилая зона». Такую профилактическую акцию провели сотрудники ГИБДД вместе с неравнодушными жителями города. Инициаторами акции стала семья Волковых, которая посчитала важным в преддверии летних каникул напомнить водителям и пешеходам о правилах передвижения в жилой зоне. Прежде чем организовать эту акцию, договорились с нашим депутатом Павлом Амельевичем. Он нас состыковал с инспектором из Государственной инспекции безопасности дорожного движения, которая занимается профилактикой нарушений ПДД. Определили место, время, порядок проведения акции. За прошедший год в жилых зонах было три ДТП, в которых погибло четыре человека. Два из них произошли в том числе из-за превышения скорости. Инспектор останавливал проезжающие автомобили, а юные участники акции напоминали водителям о том, какие ограничения здесь действуют. Сейчас у нас начались летние каникулы. Дети большую часть времени будут проводить на улице, будут кататься на велосипедах, просто гулять. И очень важно сейчас напомнить водителям о том, как важно соблюдать скоростной режим именно в жилых зонах и дворовых территориях. Для водителей и пешеходов подготовили памятки с правилами по соблюдению скоростного режима. Текст буклетов маленькие участники акции практически выучили наизусть, поскольку к организации акции подошли ответственно. Автомобилистов было много, больше, чем пешеходов. Они слушали с интересом и сказали, что не будут нарушать правила дорожного движения и будут соблюдать все эти правила. В конце акции сотрудники ГИБДД вручили ребятам благодарственные письма, светоотражающие браслеты и сладкие подарки. О литературе на бегу Центральная городская детская библиотека имени Пушкина присоединилась к всероссийской акции «Бегущая книга». В этом году марафон посвятили Дню библиотеки 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Подробности в следующем репортаже. Ежегодная всероссийская акция «Бегущая книга» призвана привлечь внимание к библиотекам, раскрыть их для читателей по-новому. Интеллектуальный забег сочетает в себе элементы игры и спорта. Волонтеры в футболках с яркой эмблемой и с книгами в руках стартовали от детской библиотеки имени Пушкина навстречу горожанам, чтобы превратить в книголюбов всех от мала до велика и подарить каждому заряд положительных эмоций. Задача основная и у ребят, у наших помощников, и у библиотекарей состоит в том, чтобы привлечь больше читателей в нашу библиотеку, и чтобы читатели приходили, читали книги, интересовались тем, как живет наша библиотека. По условиям забега волонтеры отправлялись по общественным местам города и задавали прохожим тематические вопросы для проверки эрудиции и знания произведений Пушкина, Маяковского и Достоевского. Саровчан просили не только назвать знакомые им труды русских писателей, но и протестировать строчки из любимых произведений. Граждане отвечают всегда правильно и очень как-то грамотно. Иногда подсказываем, иногда они все сами правильно отвечают. Организаторами акции в нашем городе стали детские библиотекари и волонтеры подросткового волонтерского объединения «Нокаут». Яна Додонова уже несколько раз принимала участие в этой акции и считает, что такие мероприятия позволяют узнать что-то новое и привлекают людей к чтению книг. Хочется помогать людям, библиотекам. Это интересно тем, что много знаний можно получить от этого. Узнать что-то новое. Когда пообщаешься с людьми, можно набраться новых слов для словарного запаса. В награду за правильный ответы горожане получили приглашение в библиотеку и книги Заровских авторов Петра Гордеева и Павла Тужилкина. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!